Минута молчания и возложения цветов к могиле. Так почтили память погибшего сослуживца, подполковника милиции Виктора Лунина, руководство и личный состав СОБР, Управление Росгвардии по Рязанской области. 18 лет назад, 8 февраля 2002 года, он в группе рязанских милиционеров возвращался на базу после выполнения боевого задания. В районе населенного пункта Чеченаул Чеченской республики автомобиль с милиционерами подорвался на радиоуправляемом фугасе. В результате полученных ранений Виктор Лунин погиб. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, он был награжден Орденом Мужества посмертно. Возглавлял группу по борьбе с умогательством. Я стоял в этой группе, я был помоложе, он пришел в УБОП передо мной, я учился у него больше. Он был хороший человек, хороший наставник, профессиональный работник. До этого он работал в уголовном розыске, как и я, поэтому у нас очень много общего с ним. То спокойствие, которое у меня тоже было, возможно, оно передалось от Виктора Алексеевича. Я его провожал, ну и, конечно, встречал, когда он погиб. Памятные мероприятия прошли и в школе номер 38 города Рязани. О том, что здесь учился Виктор Лунин, напоминает мемориальная доска на фасаде учебного заведения. Также в школе оформлен уголок памяти Виктора Лунина. По сложившейся традиции офицеры Рязанского СОБР провели уроки мужества для воспитанников учебного заведения. Это день памяти всех участников локальных войн. Вы представляете, 18 лет человек после своей гибели продолжает воспитывать наших детей собственным примером. Примером служения Родины, примером выполнения долга, примером чести. И мне очень приятно, что с каждым годом не меньше становится его сослуживцев, которые к нам приходят. И они встречаются с нашими детьми. Они помогают нам воспитывать патриотов. Сотрудники спецподразделения рассказали школьникам об истории отряда и о задачах, выполняемых личным составом в настоящее время. Завершились уроки мужества, минуты молчания в память о Викторе Лунине.